Ну а те, кто присоединятся, они с нами продолжат. Собственно, коллеги, всем еще раз добрый день. Рада вас видеть на сегодняшнем вебинаре из цикла «Стайм лучшей версии себя». Это вебинары по личной эффективности. Сегодня мы с вами, так сказать, на старте лучшей версии себя. Сегодня мы начинаем эту тему. Меня зовут Лавришенко Евгения. Я являюсь тренером корпоративного университета. Очень люблю тему личной эффективности, постоянно стараюсь в ней совершенствоваться. Ну и очень хочется как-то передать свой опыт другим, рассказать о тех возможностях, которые таит в себе личная эффективность. Ну как-то, может быть, где-то сделать вашу деятельность более результативной с помощью определенных инструментов. Вот по этому поводу был задуман данный цикл. Сегодня начинаю про него рассказывать, а дальше уже ко мне будут также подключаться коллеги на других вебинарах и раскрывать эту тему более подробнее. Как я и сказала, это цикл вебинаров. Всего в нем будет 5 тем и 17 вебинаров. Сегодня у нас самый первый, стартовый. При этом коллеги, если вы хотите повысить свою личную эффективность, но какой-то из вебинаров пропустили, это не настолько критично. Даже если кто-то присоединится только на седьмом, ничего страшного. Каждый вебинар у нас автономен, уникален и напрямую не взаимосвязан с другими. То есть можно подключаться к отдельным вебинарам, рассматривать, изучать их и в определенных, так сказать, областях подтягивать свою эффективность. Как сказала, сегодня мы на старте нашей лучшей версии себя, на старте нашей личной эффективности. Немного, коллеги, напомню про правила. Сегодняшний вебинар продлится около часа. Пока сложно сказать в календаре приглашение у вас на полтора часа продолжительностью, но надеюсь, что мы уложимся в более быстрый тайминг. Старалась по максимуму сократить вебинар. Понимаю, что сложно где-то полтора часа из своего графика инвестировать в вебинары. Я вас попрошу всех активно участвовать в различных опросах, в различных действиях через чат. Оставляйте свои комментарии, пишите свои вопросы, буду на них обязательно отвечать. Также нам отличный пример подала Кристина до этого, еще у нас Екатерина. Они ставили смайлики. Коллеги, я всех активно призываю пользоваться этой опцией. Она помогает нам выразить эмоции, неважно, положительные они или отрицательные. Это всегда добавляет некую живость и краски в наш вебинар. Ну и помимо всего прочего, мы уже с вами проверили работоспособность нашего скайпа, но всякое может случиться. Поэтому, если вдруг у вас возникли какие-то сложности, перестала появляться картинка, пропал звук и так далее, коллеги, пожалуйста, пишите об этом в чат. Мы будем проверять, у всех ли такая ситуация. Если только у вас, я рекомендую. Первое, что можно сделать, это подождать. Возможно, оно само все наладится, но такое бывает нечасто. А также можно попробовать закрыть данную скайп-конференцию, открыть ее снова из приглашения, возможно, все исправится. В крайнем случае, можно попробовать зайти через телефон, у кого установлен скайп-фор-бизнес, и обратиться в техническую поддержку. Возможно, они тоже оперативно что-то сделают. Если ни первое, ни второе, ни третье и так далее не помогло, вы можете посмотреть запись вебинара. Я ее буду делать. Но, коллеги, не рекомендую рассчитывать на запись, потому что тоже она в середине почему-то может не записаться, но такое бывает нечасто. Но самое большое ограничение в записи – это то, что у вас не будет возможности задать вопросы. Поэтому старайтесь все-таки сделать все максимально от вас зависящее, чтобы звук вернулся, картинка и так далее, и мы продолжили. Но, опять-таки, если что-то подобное произойдет у меня, я также все сделаю, чтобы к вам вернуться. Пожалуйста, не расходитесь. Обычно надолго ведущий не пропадает. И еще один нюанс, который хочу проговорить. Сегодня в том корпусе, из которого я веду вебинар, проводится проверка пожарной сигнализации. Если она вдруг сработает, коллеги, я заранее извиняюсь за очень громкие звуки, постараюсь сразу выключить микрофон. Но не удивляйтесь, эвакуироваться я не буду. Я знаю, что эта проверка нас предупредили. То есть заранее все обговариваю, чтобы не было потом каких-то недопониманий истерить, что это у нас тренеры не эвакуируются. Ну, в общем, коллеги, собрались мы здесь не по этой теме. Мы сегодня хотим понять, как же стать лучшей версией себя. Сегодня мы стартуем. В любом случае, каждый из нас хочет стать самым лучшим, самым эффективным, самым результативным. Но, как гласит такая очень важная, не то чтобы пословица, но фраза, важно быть не лучше других, а лучше, чем мы были вчера. Поэтому постараемся как раз-таки стать лучшей версией именно себя по сравнению с самим собой. Для этого мы с вами поговорим о том, что же такое личная эффективность в целом, где она в жизни нас встречается, какими инструментами мы можем пользоваться, какие компетенции нам в этом помогут, ну и вообще как-то все в жизни применять. И начнем с вами сразу же с личной эффективности в нашей жизни. Я предлагаю провести такой некий самоанализ и хочу узнать ваше мнение насчет личной эффективности. Как вы считаете, вообще заниматься личной эффективностью, это хорошо или плохо? Коллеги, поставьте в чат плюс, кто считает, что это хорошо, минус, кто считает, что в принципе ничего особенного и не такая важная вещь, как-то без этого справлялись. Наверное, коллеги, вот сейчас задала вам вопрос, поняла, что он довольно странный, вы же подключились к этому вебинару, поэтому вы точно считаете, что это хорошо, иначе было бы странно, зачем вы здесь. Но другой вопрос, а вообще, насколько это реально, прям повысить свою личную эффективность? Также плюс, если считаете, что реально, минус, что это очень сложно и практически недосягаемо. Коллеги, спасибо за ваши плюсы. Напомню еще один момент, коллеги, если вы не реагируете долго в чате, мне потом будет сложно вас идентифицировать как участника, поэтому постарайтесь, пожалуйста, принимать участие. Ну и продолжим относительно темы личной эффективности и отношения к ней. По сути, сейчас многие люди разделились на два таких лагеря, можно условно их назвать эффективная эффективность, и из серии развития нет, спасибо. Первая категория – это люди, которые считают, что чем больше тренингов, тем ты опытнее, чем больше книг ты прочитал, тем ты умнее, и чем чаще обучаешься, тем ты эффективнее. Но есть противоположная группа, такой противоположный лагерь, который считает, что тренинг – это вообще пустая трата времени. Читать книги бесполезно, потому что там одна теория, и вообще для эффективности достаточно один раз получить образование, а остальное, если что, придет с опытом. Итак, коллеги, я сейчас прошу вас в чате написать, на ваш взгляд, верные утверждения. То есть как вы считаете, что из написанного на слайде верно? Жду также ваших комментариев в чате. Алиса и Валентина, спасибо. Кристина, спасибо. Коллеги, хочу узнать мнение остальных, а вы как думаете? Так, Евгения, неверно, так как все книги и тренинги без работы над собой не работают. Спасибо большое, Евгения. Я считаю, что верно. Первое, вот мой руководитель наоборот. Вот, Ольга, спасибо, да. Ну, такое бывает. Иногда наше мнение расходится с мнением окружающих, и иногда это в какой-то степени мешает нам заниматься личной эффективностью. Но сейчас посмотрим, что у нас выйдет после сегодняшнего вебинара. Коллеги, спасибо за ваши комментарии. Жаль, что не все отвечают, но ничего страшного. На самом деле и тот, и другой вариант, то есть и первая группа, и вторая, неверные варианты, так как они несут в себе ограничения, что первая группа, что вторая. Если говорить про первую группу, так называемая эффективная эффективность, это такие прям фанатики личной эффективности, люди, которые постоянно что-то изучают, читают, смотрят, ходят, но, как было сказано, как сказано было Евгении, без работы над собой, просто чтение, просто посещение, обучение ни к чему не приводит. При этом, как правило, все ищут волшебную таблетку, приняв которую, мы сразу же становимся максимально эффективными. На эту тему даже уже создаются различные фейковые сайты. Если видите реальный сайт из интернета, успешный успех, можете потом заглянуть, посмотреть, на такой шуточный сайт, который предлагает якобы посетить мастер-классы, после которых вы за неделю заработаете свой первый миллион, сразу захотите сесть на велосипед, плыть и бежать, ну и научитесь, так сказать, выстраивать полезные связи, заполнять пространство своей пустой болтовнёй. Ну, естественно, что это шутка, ничего подобного не получится, но в любом случае уже начинает потихоньку высмеивать вот эту фанатичность, фанатичность, связанную с саморазвитием и подобными вещами. Есть другая группа, которая нас тоже очень сильно ограничивает. Это те люди, которые считают, что в принципе развитие штука необязательная. То есть также в интернете можно встретить массу мемов, шуток на эту тему из серии. Вот есть знаменитые успешные люди, которые бросили учёбу, и есть якобы ты, неважно бросишь, не бросишь, какая разница, будешь сидеть кассиром. Ну, опять-таки, это такая доля иронии и шутки, но нужно понимать, что во всём должна быть некая золотая середина, некая мера в том, как мы развиваемся и вообще, что мы для этого делаем. По сути, нам нужно понимать, что вообще такое личная эффективность, чтобы знать, как её выстраивать. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате буквально пару слов, как вы считаете, что такое личная эффективность. Как вы понимаете это понятие? Коллеги, жду ваших комментариев в чате. Если удобно, можете включать микрофоны, у кого они есть, озвучивать свой ответ в эфир. Это тоже приветствуется. Не ограничивать себя в чём-либо из-за отсутствия времени. Евгения, спасибо. Коллеги ещё, кто как считает? Так, умение продуктивно планировать распределять своё время. Спасибо. У нас сегодня Евгения и очень активны. Кристина. Умение ставить задачи, решать их. Спасибо большое. Всё, успевает правильно расставлять приоритеты. Хорошо. Так, умение находить баланс во всех аспектах. Спасибо, Александр. Комплекс качеств личности, позволяющий достигать высокие результаты. Коллеги, спасибо большое за ваши комментарии. Очень приятно их читать. При этом я понимаю, что многие из ваших ответов попадают под отдельно взятые вебинары. Но, скорее всего, сможете либо ещё больше себя прокачать в этом направлении, либо уже именно в отдельных направлениях достаточно хорошо себя развили. Ещё один комментарий от Виталия. Когда человек сформировал вокруг себя эффективное пространство, которое позволяет достигать нужных результатов с наименьшими затратами. Спасибо большое, Виталий. Коллеги, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Мы с вами ещё чуть позже договоримся об определении. Ну и частично у некоторых уже увидела ответ на вопрос, на достижение чего она направлена. Ну, коллеги, кто ещё не ответил, пожалуйста, напишите. А вообще на достижение чего направлена личная эффективность? На достижение результата, целей, баланса, поставленных целей, личной гармонии. Ольга, спасибо большое. Да, ну что, коллеги, об этом тоже чуть попозже поговорим. Да, удовлетворение результатом. Здорово. Уже есть определённое понимание, что мы подразумеваем под личной эффективностью и для чего вообще она нам нужна, что мы от этого получим. Но в любом случае, прежде чем к этому перейдём, хочу сказать очень важный момент. Вот, к сожалению, сейчас тема именно личной эффективности, она, так сказать, перегрета. Она очень много где озвучивается, много пиарится. И как раз-таки у одних людей она вызывает явное отторжение, прям такую аллергию на эффективную эффективность. А другие всё пытаются найти эту самую волшебную таблетку, чтобы всё-таки стать максимально эффективным. Вот, как найти золотую середину, как найти баланс и как понять вообще, что такое личная эффективность, на что она направлена и к чему она нас может привести, давайте с вами будем разбираться. Как раз на втором блоке 100 в себя включает личная эффективность. Мы уже с вами практически сказали об определении. Буквально просто подытожу, очень просто, очень кратко. Личная эффективность – это результативность в достижении своих целей. Причём слово «своих» здесь не случайно. Очень часто мы забываем про себя любимых, но про результативность точно сказали все, и это очень здорово. Что же нам даёт личная эффективность? Первое – это достижение большего, ну, возможно, результата меньшими усилиями. Чтобы немножко получше рассмотреть эту тему, предлагаю вам рассмотреть две истории. Первое случилось, так сказать, с Петром и Василием, которые были родными братьями. Они устроились на одно и то же предприятие, при этом Пётр был старшим братом, устроился чуть пораньше. Никогда не посещал никакие выездные развивающие мероприятия, потому что для Петра главная работа – это всё-таки производство. В то время, когда Василий пришёл на то же предприятие, он был открыт всему новому, посещал различные мероприятия. Некоторые даже пытался организовываться. И в настоящий момент Пётр работает начальником смены на одном из производств. А Василий уже является начальником цеха на этом же производстве, хотя пришёл на работу даже позже, чем Пётр. Это одна ситуация. Есть ещё одна ситуация про Ирину и Наталью, которые вместе учились в школе, вместе учились в университете, даже вместе устроились на работу на испытательный срок в отдел кадров. При этом Ирина сразу для себя решила, что мелкие задачи – это не её уровень. Задачи брала только самые сложные, самые важные, самые ответственные. При этом очень часто делала в них ошибки, сами задачи выполняла медленно, но опыта потому что не хватало. Наталья, в принципе, с удовольствием бралась за любые поручения, разные сложности, разные ответственности и разные важности. Старалась максимально хорошо их сделать. При этом в завершении испытательного срока решили принять только Наталью, а на место Ирины решили подобрать нового кандидата. И здесь, коллеги, вопрос. Вот были две такие ситуации. По сути, изначально люди начинали в равных условиях, в равных ситуациях. Но почему получились такие разные результаты? Коллеги, вопрос к вам. Все находились абсолютно в разных условиях, абсолютно в равных ситуациях. Но почему такие разные результаты? Подход к работе различен, стремление к саморазвитию. Улучшаться получается постепенно, личная мотивация, да, разный подход. Да, коллеги, точно, и разный подход, и разная мотивация, и разные стремления. Но в любом случае стоит помнить, что изначально личная эффективность – это результативность. Сергей, насчет базы не могу сказать. Люди примерно в равных условиях росли, в первой ситуации, во второй в равных условиях учились. Поэтому база могла быть примерно одинаковая. Но здесь дело в том, что одни направили свою результативность на получение своего же результата. Другие в большей степени решают плыть по течению, ограничивать свои возможности, сами искусственно это делают, и, к сожалению, получают меньший результат. Но еще один бонус, который мы можем получить от личной эффективности – это, как ни странно, повышение уровня счастья. Мы с вами очень много говорим на работе про работу, и дома про работу много разговариваем. А вот такие понятия, как счастье, почему-то периодически уходят на второй план. Вообще, что значит повысить уровень счастья и удовлетворенности жизни? Нужно понимать, что здесь счастье именно как возможность делать свой выбор, возможность нести ответственность самому за этот выбор, ну и получать именно удовольствие от того, что вы сами это решили. Очень интересный момент, что если мы не выбираем сами, что называется, святое место пусто не бывает, всегда найдет тот, кто будет выбирать за нас. То есть если мы своей жизнью не управляем, есть те, кто начинает это делать вместо нас, ставят нам, подсовывают, так сказать, свои цели, маскируя их под наши, ну и мы получаем не то, что хотели. При этом нужно четко понимать, что личная эффективность, она вас не ограждает от форс-мажоров, от каких-то непредвиденных и неприятных жизненных ситуаций, но человек, у которого развита личная эффективность, он эти неприятные ситуации может глубже через себя проживать, при этом оставаясь самим собой, не теряя связи с самим собой и с внешним миром. Ну опять-таки получать совершенно другой результат, нежели тот, кто не обладая личной эффективностью, не был готов к различным форс-мажорам, ему куда сложнее это все переживать. В любом случае, я сама выбираю свое счастье, я сама выбираю свой выбор, я сама выбираю, насколько мне нужно и важно заниматься личной эффективностью. Это про один из комментариев, потому что я считаю, что личная эффективность – это нужно и важно, а руководитель так не считает. Но здесь, коллеги, нужно понимать, этот выбор можем сделать только мы сами, и только мы будем нести за него ответственность. Из чего же состоит эта самая личная эффективность? По сути, в ней четыре крупных компонента, про каждый из них сейчас подробнее расскажу. Первый из них – это управление жизненными ресурсами. Коллеги, сейчас попрошу вас сравнить вот это описание с тем, что было возможно у вас в жизни, и как-то отреагировать. А бывало ли у вас такое, что у вас, в принципе, есть определенные знания, определенный опыт, есть задачи, которые нужно решать, но нет ни сил, ни желания, ни настроения, в общем, руки опускаются, и вообще ни за что не хочется браться, если берешь, то оно, так сказать, вываливается из рук и не получается. Коллеги, если у кого-то такое было, напишите, пожалуйста, в чат «плюс». Минус, кто с этим никогда не сталкивался? Ой, коллеги, слава богу, я такая не одна. Значит, с вами такое тоже было. Нужно понимать, почему так происходит. Да, Кристин, плюс-минус, да, видимо, что-то бывало, а что-то нет. Почему так происходит? Ну, нужно четко знать, какие у нас в жизни есть ресурсы. Их на самом деле не так много, но даже вот те, которые сейчас появляются на экране, это не полный перечень, это наше время, деньги, здоровье, но этим всем нужно уметь управлять. Про то, как это сделать, вы сможете подробнее узнать на вебинарах из блока про жизненные ресурсы. Это секрет саморазвития, как не перегореть на работе, как выжить в мире стресса и тем про баланс энергии. Кстати, видела, что уже в комментариях упоминали, очень приятно, что этой темой интересовались. Следующий компонент, который включает в себя личную эффективность, это достижение целей. Я не зря выбрала эту картинку. Есть такое мнение, что даже если не получается ползти в направлении поставленной цели, нужно лечь и лежать в этом направлении. Ну, как вы понимаете, просто лежание, оно ни к чему не приведет. Нужно действовать. Опять-таки, тема с недостижением целей, это, знаете, когда люди пытаются с Нового года себе дать обещание, что вот теперь с Нового года они, например, займутся спортом, будут каждый день ходить в тренажерный зал. Или с понедельника, не знаю, бросят есть сладкое или мясо, ну, там, какие-то такие вещи. И почему-то у них очень редко это получается. Или если получается, то ненадолго. Вот для того, чтобы цели все-таки достигались, нужно знать, как правильно это делать. Опять-таки, здесь я вам рекомендую посетить отдельные вебинары про тему, как развить в себе ответственность, как принимать решения, причем с учетом того, что вокруг мир постоянно меняется. Также будет отдельный вебинар про уроки креативности. Мы с вами понимаем, что это один из тех навыков, одна из тех компетенций, которая очень востребована в мире цифровизации. Ну, а также такие темы, как убийцы результативности, и достигать нельзя проигрывать. Следующий компонент – это отношения с другими людьми. Мы с вами иногда в погоне за своей целью не обращаем внимания на близких людей. Не всегда можем выстроить взаимоотношения с коллегами или с руководителем. Это бывает очень сложно, бывают различные конфликтные ситуации, и иногда вас в эти конфликты втягивают. Вот как выстраивать эти взаимоотношения, также есть ряд вебинаров. Один из них про убеждения и влияние, другой – про конфликты и сложные диалоги, и третий – в целом про нетворкинг, про выстраивание полезных связей и поиск нужных нам людей. Ну, и четвертый компонент немаловажный – это так называемое затачивание пилы. Возможно, вам знакома история, когда молодой человек шел по лесу и встретил другого человека, пилищего дерева. Молодой человек предложил мужчине заточить пилу, на что мужчина ответил – точить? У меня нет времени, мне надо пилить. Вот примерно то же самое происходит с нашей жизнью. Здесь мы с вами говорим про себя, про свое саморазвитие. Очень часто нам некогда этим заниматься, потому что мы работаем. Потому что у нас есть цели, у нас есть показатели, у нас есть какие-то личные дела, которые тоже нужно сделать. И про затачивание пилы, про затачивание себя, как инструменты, мы забываем. Чтобы этого не было, также есть ряд вебинаров, как раз как стать лучшей версией себя про полезные навыки, что такое саморазвитие, как найти время и мотивацию на это саморазвитие, ну и в целом отдельно инструменты саморазвития, которыми вы можете пользоваться. Вот здесь, коллеги, это 4 компонента, все из которых вы сможете прокачать, посещая различные вебинары. Но вопрос, вы наверняка знакомы с таким понятием, как лайфхаки или так называемые полезные советы. Возможно, кто-то из вас даже смотрит какие-то ролики, как правильно сложить вещи, лайфхаки с едой и так далее. Здесь, коллеги, вопрос. Есть ли у кого-то из вас какие-то советы, какие-то лайфхаки по личной эффективности? Если у кого-то есть, пожалуйста, напишите в чате, прям не пожалею пару минут на то, чтобы подождать. Или можете подключаться в микрофон и высказывать, какие лайфхаки есть у вас для того, чтобы повысить свою личную эффективность? То, чем пользуются. Коллеги, кто еще пока не задумывался и только-только начинает свой путь, так сказать, к личной эффективности, можете просто поставить минус, чтобы я понимала, что вы с нами, но поделиться пока не было, нечем. Планирование приятного события. Валентина, спасибо. Да, про планирование это такой один из способов стресс понизить. Слушаю свои биологические часы, стою рано-рано. Евгения, спасибо большое. Да, как раз рекомендую вставать раньше будильника по биологическим часам. Это вызывает меньше стресса. Утро вечера мудренее. Решение придет утром. Да, бывает. Кристина, спасибо. Лучше его отложить. Как раз все процессы восстановятся. За ночь и будет проще принять решение. Работа только в рабочее время. Екатерина, шикарный лайфхак. Мне кажется, многим стоит ему поучиться. Научиться говорить нет. Сергей, спасибо большое. Тоже потрясающая вещь. Сама начала в этом году активно использовать, потому что поняла, что времени на себя не остается. Прощать себя за неуспехи. Ольга, тоже спасибо большое. Ценный очень комментарий. Очень часто мы переходим в самокопание и не даем себе развиваться и улучшаться, потому что Карим за неудачи. Так, не волноваться за это не платят. Спасибо большое, Лист. Коллеги, просто потрясающие лайфхаки. Надо прям на вооружение себе многие из них брать. Ложиться спать не в тот день, в который тебе надо вставать. Спасибо, Евгения. Да, подумай об этом завтра. Про стресс. Коллеги, спасибо большое. Просто кладезь лайфхаков по личной эффективности. Даже, я не знаю, мне кажется, уже сложно что-то добавить к тем вещам, которые вы обозначили. Здорово, спасибо большое. От себя, ну вот то, что мне очень сильно нравится, это использование именно приложений по планированию, а не ежедневников, к которым все привыкли. Ну, про планирование также будут отдельные вебинары, поэтому на этом останавливаться не буду. Коллеги, спасибо еще раз огромное за ваши лайфхаки. Прям некоторые из них возьму себе обязательно в копилку и на заметку. Ну, а мы с вами идем потихоньку дальше. То есть, из чего состоит личная эффективность, мы разобрали, примерно посмотрели, что себя включает. Ну, а теперь, как же все-таки понять, нужно мне развивать эту личную эффективность, нужно мне развиваться в этом направлении или нет. Здесь, коллеги, предлагаю сразу задуматься, какое, на ваш взгляд, умение является ключевым для личной эффективности и повышения удовлетворенности всю жизнь. То есть, какое умение? Как вы думаете? Что нужно уметь, чтобы, ну, как-то личная эффективность давалась проще, была эффективнее? Сила воли, стрессоустойчивость, быть позитивным, целеустремленность, да, сила воли. Спасибо, Евгения, очень наглядная сила воли. Адаптивность, тоже то, с чем часто сталкиваемся, вынуждены. Так, вера в себя, умение анализировать. Спасибо большое, коллеги, также за ваши комментарии. Ну что ж, очень много полезных умений, полезных навыков вы сейчас в комментариях назвали. На одном из них хочу остановиться как-то очень символично в числе последних, да, еще вижу, Ольга добавила, учиться на ошибках делать выводы. Да, в числе двух последних комментариев как раз то, на чем я хочу остановиться отдельно. Это умение наблюдать, умение анализировать, в целом, рефлексия или самоанализ, да, на основе которого в дальнейшем можем выводы делать. Одно из самых необходимых, самых важных умений, без которого очень сложно продолжать вообще какое-либо саморазвитие, улучшение и развитие личной эффективности. Что ж такое рефлексия или самоанализ? Это, знаете, такой взгляд вовнутрь себя, посмотреть, четко понять, осознать, где вы находитесь, насколько вы продуктивны, что вы уже успели сделать и переосмысление этих поступков и этих действий. Коллеги, прошу прощения. Для наглядности хочу рассказать вам одну притчу, притчу о гвоздях, она как раз про рефлексию или про самоанализ. Однажды один очень не сдержанный, очень импульсивный и эмоциональный молодой человек пришел к своему отцу и сказал, что, понимая, что очень часто нервничаю, часто срываюсь, мне это не нравится. На что отец ему выдал ведро гвоздей, молоток и сказал, вот видишь столб на дворе, вот теперь каждый раз, когда ты будешь срываться на окружающих, бери один гвоздь и забивай его в столб. И так каждый раз, когда не сможешь себя сдержать. На следующий день парень забил более 10 гвоздей в этот столб. Еще через день начал замечать и потихоньку число гвоздей начало уменьшаться. В какой-то момент молодой человек осознал, что за прошедший день он не вбил ни одного гвоздя. На этот момент он пришел к своему отцу и сказал, отец, я сегодня не вбил ни одного гвоздя. Теперь, когда ты смог себя сдержать, сказал ему отец, ты можешь вытаскивать по одному гвоздю в день, когда никого не оскорбишь, ни на кого не сорвешься, то есть каждый день, когда будешь сдерживаться. Когда ни одного гвоздя не осталось в этом столбе, молодой человек опять пришел к своему отцу, хотел похвастаться, сказать, отец, смотри, я вытащил все гвозди, на что отец подвел его к этому столбу и сказал, видишь, сколько дыр осталось в столбе. И здесь не важно, сколько раз ты извинишься перед людьми, эти шрамы останутся точно так же, как и те дыры в столбе от гвоздей. К чему я все это рассказываю? Очень важно с точки зрения рефлексии замечать за собой такие вещи, как выбросы гнева, несдержанность. Важно понимать, почему те или иные эмоции у вас возникают, почему те или иные поступки вы совершаете. Важно вовремя их понимать, осознавать и предпринимать определенные действия. Ну а вторая часть относительно тех шрамов, которые остались на столбе, тема про конфликты и сложные диалоги, которая также отдельно будет рассматриваться, нужно понимать, что все-таки наши поступки, они бесследно не проходят. Ну и возвращаясь к рефлексии, для чего же она все-таки нужна, почему это столь важный навык, столь важное умение в личной эффективности, все-таки она помогает понять, нужно ли вообще развиваться. Ну развиваться не в том общепринятом понятии, а нужно ли вообще что-то в себе менять. Вот в настоящий момент, все ли меня устраивает, что идет не так, куда я дальше могу пойти, это уже как раз второй момент, что именно необходимо изменить, что именно необходимо поменять и как я смогу это сделать. Для того, чтобы все это можно было реализовать, у рефлексии есть три компонента, три составных части. Первая это концентрация, вторая наблюдение и дальше уже анализ. Ну, коллеги, по поводу наблюдения и анализа вроде все понятно, а вот с концентрацией давайте с вами остановимся. На чем можно концентрироваться в нашей жизни и зачем мы можем наблюдать, если мы говорим с вами про рефлексию? Напишите, пожалуйста, свои комментарии в чате. То есть, что можем, зачем, за какими, может быть, аспектами своей жизни мы будем наблюдать? На чем можем заострить свое внимание, сконцентрироваться? взаимодействие. Спасибо, Екатерина. На общение, на поведение, на эмоциях, реакция на нестандартные ситуации, наблюдение за своими детьми, а, наблюдая за своими детьми и понимаю, где я делаю что-то неправильно. Ольга, спасибо. Про детей, кстати, сегодня тоже чуть попозже поговорим. На повторяющихся событиях можем концентрироваться на привычках, удовлетворенность каждой сферы своей жизни. Алиса, спасибо, тоже про это чуть попозже поговорим. На новых ситуациях. Да, коллеги, спасибо большое. Ну, на самом деле концентрироваться можно на многих разных вещах, можно концентрироваться на состоянии здоровья, на эмоциях, о чем писали, на отношения с близкими, то, о чем тоже писали про взаимодействие, на достижение цели, вообще на многих-многих вещах. Но сегодня я предлагаю как раз сконцентрироваться на том, о чем писала Алиса, удовлетворенность каждой сферы своей жизни. Для этого есть определенный инструмент, который называется колесо жизненного баланса. Коллеги, напишите в чат плюс, кто знаком с этим инструментом, минус, кто впервые вообще видит, что это такое. чтобы я понимала, насколько подробно на нем останавливаться. Вижу, что большинство знакомы, но не все, поэтому вкратце расскажу, что это за инструмент. изначально он впервые появился в книге «Экстремальный там менеджмент», где как раз было предложено оценить, в принципе, понаблюдать за каждой из областей своей жизни. Их может быть разное количество, они могут по-разному называться, но в любом случае здесь такой один из распространенных перечней, где мы смотрим, как у нас развивается карьера, хватает ли нам денег, какое у нас состояние здоровья, как выстраиваются наши взаимоотношения с родственниками, что там у нас в семье с любовью, как же у нас происходит личностный рост, а также отдых и развлечения и условия жизни. То есть это как раз тот момент рефлексии, когда мы наблюдаем. Далее уже пора анализировать и понять, насколько каждая из этих областей на жизни удовлетворена. Причем удовлетворение мы оцениваем от нуля до десяти, где ноль. Ну, например, возьмем любовь и отношения, где ноль это вообще ни с кем, там не встречаюсь, я одинок, там живу с кошкой, а десять это, не знаю, семья, трое детей, собственный дом, собака, все друг друга любим. Если я понимаю, что на каком-то моменте у меня не дотягивает до десятки та или иная область, я ее выбираю себе для работы, так сказать, для проработки, для развития и понимаю, что нужно сделать для того, чтобы развить именно эту область жизни. Здесь, коллеги, так как инструмент достаточно стандартный и, возможно, им уже пользовались, просто добавлю, что сейчас очень удобно стало это делать именно с помощью гаджетов, с помощью смартфонов. Можно использовать либо приложение LifeWell для iOS, либо колесо жизни для Android. Там как раз уже даны стандартные области, которыми вы можете пользоваться. Можете добавлять свои области, вы также можете поставить оценки, насколько та или иная область у вас развита. А дальше как раз в этих приложениях есть возможность прописать конкретные действия, которые вам позволят развить каждую из областей на максимум на 10 баллов. При этом вы можете ставить себе сроки, ставить уведомления, напоминания, и приложение будет вам помогать выстраивать этот жизненный баланс, чтобы не было провалов, если вы все время на работе, а на личную жизнь времени не остается. Ну или наоборот. Это то, чем хотела поделиться в части рефлексии. Но нужно понимать, что рефлексия это не единственный момент, который стоит знать про личную эффективность. Вообще нужно понимать, как применять в жизни вот это понятие личной эффективности, чем оно полезно для нас и для наших окружающих. Здесь как раз уже был комментарий от Ольги, наблюдая за своими детьми, понимая, что что-то делаю неправильно. На лиге вопрос ко всем. Напишите, пожалуйста, в чате плюс у кого дети есть, минус у кого нет. У кого есть, можете сразу даже возраст писать примерно сколько лет. 3, 10, 9, 23, 26, коллеги, спасибо. Вижу, так сказать, разделились на две группы, те, кто еще не успела завестись, и те, у кого даже есть достаточно взрослые дети. К чему я вообще веду этим вопросом? Нужно понимать, что одна из особенностей данного вебинара это возможность не только сделать свою жизнь лучше, но и еще начать учить своих детей в том возрасте, в котором они сейчас находятся, прожить счастливую жизнь. Как это сделать? Вспоминайте, одна из возможностей личной эффективности это чувствовать себя счастливым, понять вообще, как сделать свою жизнь счастливой. Те, у кого детей нет, здесь есть возможность сделать счастливыми даже где-то может быть своих родителей, все равно у них была другая парадигма, другой взгляд на жизнь, поэтому возможно что-то новое для них откроете. Но в любом случае нужно понимать, что личная эффективность она у нас может реализовываться как на работе, так и так сказать в личной жизни. если мы с вами говорим про работа, то это повышение эффективности себя и коллег, а если мы уходим за пределы офиса, за пределы завода, то это уже удовлетворенность жизнью и эффективная модель для детей, для родственников, для мужа или жены. Четко стоит понимать, что даже если у вас нет возможности оставить своим детям многомиллиардное состояние, вы можете оставить им знания, оставить им определенные понимания того, как все-таки жизнь прожить счастливую. Как это можно сделать? Начнем первоначально с инструкции по личной эффективности для себя. Мы с вами уже проговорили про колесо баланса и здесь очень важный момент. Если вы беретесь за личную эффективность, всегда стоит начинать с рефлексии. Если вы начинаете строить колесо баланса, это не значит, что вы один раз сделали это и дальше забыли на всю жизнь и баланс как-то сам придет. Нет, такого никогда не случится. Нужно возвращаться к этому колесу, пересматривать свои области, ставить себе оценки, потому что иногда, к сожалению, жизнь складывается так, что если год назад у вас какой-то параметр был на девятку или даже десятку, не факт, что сегодня он остался на столь высоком уровне. Поэтому регулярно возвращаемся, проводим оценку, смотрим, где и какие области нужно подтянуть. А далее, что я вам рекомендую, здесь условно завести тетрадь выводов, это может быть также в электронном формате, в гаджете, в заметках и так далее. Но что она под собой подразумевает? Каждый день по завершении дня проводить анализ. Что же вы сделали за сегодняшний день, какой вывод вы можете написать. От одного до трех таких главных выводов за день, за неделю и за месяц. А далее еще один очень важный момент про наблюдение. Несмотря на то, что выводы это то, что вы поняли, наблюдение это то, что вы заметили. Вы можете завести как отдельную тетрадь, можете в той же тетради, в том же файле это все делать. Сейчас, да, Ольга, прокомментирую. Но здесь что имеется в виду тетрадь наблюдений? Рекомендуется себе определить определенные критерии из серии плюс все классно, минус не очень, точнее минус плохо, плюс-минус не очень. И по итогам каждого дня наблюдать, например, вот на сколько сегодня я был работоспособным. Например, сегодня на плюс-минус. Насколько сегодня я хорошо, не знаю, эффективно пообщался с коллегами или с родственниками. Ну, например, сегодня на плюс. Прям отлично смогли договориться, всех на работе убедил, все здорово. Четко разграничивайте себе два понятия. Выводы это то, что вы поняли, наблюдение, как вы можете оценить то, что сегодня с вами произошло. Также от одного до трех главных наблюдений, которые вы за собой заметили. Ну и комментарий от Ольги, хороший лайфхак, сделать себе доску желаний и раз год ее обновлять. Вы удивитесь, как реально исполняются эти желания. Ольга, не поверите, слышала также еще одну из технологий, которую диктуют успешные люди, просто каждый день на листочке бумаги записывать себе свои желания. Прямо не цели, а желания. Просто вот хочу вот это, вот это и вот это. Причем записывать именно как результат, как совершившееся действие. Например, знаю английский язык на уровне upper intermediate. Уровень дохода в месяц столько-то там тысяч рублей. Что там еще? Получил второе, третье, четвертое высшее образование. И каждый день вы просто записываете свои желания, а потом переворачиваете лист. На следующий день просто так же опять с утра садитесь и записываете. Главное, не подсматривать предыдущий лист. Очень быстро вы заметите, что несмотря на то, что вы никаких конкретно целей себе не ставили и ничего не делали, кроме как записи, вы в своей жизни потихоньку начнете эти изменения делать. Но это такое лирическое отступление, как бы доску раз в год тоже неплохо, но если вы каждый день себе напоминаете подобными записями, то ваш мозг быстрее начнет действовать в направлении целей. Но про цели это отдельный вебинар. Возвращаясь к конструкции по личной эффективности для детей или для окружающих вас людей. Ну, то есть, опять возвращаясь к родственникам, к родителям и так далее. Первое, вы также можете им порекомендовать завести подобную тетрадь или подобный файл, где ваши дети или ваши родственники смогут фиксировать свои наблюдения, что они заметили за собой в течение дня, как они с кем общались, насколько они были результативны, продуктивны, что вообще с ними случилось. Ну, а второй момент это беседа. Так как все равно уровень осознанности у ваших детей или у родственников может быть не настолько высоко развит, как у вас, все-таки вы осознанно пришли на вебинар и хотите развивать свою личную эффективность, у них это может быть не так сильно развито. Поэтому, если совсем маленький ребенок, то вы можете на основании того, что он записал в тетрадь на основании его наблюдений, с ним поговорить, вот как ему действовать, какие действия в принципе его к трудностям привели и что делать дальше. Если это взрослый человек или взрослый ребенок, вы можете с ним пообщаться, позадавая ему вопросы, как он сам думает, куда дальше идти и так далее. То есть некий коучинговый стиль общения. Тем самым вы сможете внедрить рефлексию как в свою жизнь, так и в жизнь окружающих. А на основании тех выводов и наблюдений, которые вы будете видеть каждый день, уже точно захочется что-то менять в лучшую сторону. Итак, коллеги, мы с вами в сегодняшнем вебинаре поговорили о том, что такое личная эффективность, из чего она состоит, как определить, нужно развиваться или нет, и как применять это в жизни. Мы с вами определили, что личная эффективность это результативность в достижении именно своих целей. Если я не управляю своей жизнью, обязательно найдутся те, кто будут делать это за меня. При этом личная эффективность позволяет нам достигать больших результатов меньшими усилиями и повышает наш уровень счастья благодаря тому, что мы сами делаем свой выбор и несем ответственность за этот выбор. Одним из ключевых умений и навыков, которые нам пригодятся в развитии личной эффективности, это рефлексия, осознанность, наблюдение за собой, понять, что же нужно менять и что именно я буду менять, поможет нам в этом как раз рефлексия. Мы с вами сказали, что она состоит из четырех компонентов. Это и управление жизненными ресурсами, достижение целей, взаимоотношение и затачивание пилы. Ну и вспомнили такой инструмент, как колесо жизненного баланса, который я надеюсь все-таки установите себе, у кого еще нет, на телефоны. Причем, коллеги, еще один момент задержусь, у себя установила LifeWell и это приложение даже в тот момент, когда я еще ничего не внесла, не оценила и не поставила себе никаких задач, уже начало меня подталкивать к действиям, каждый день напоминая, присылая уведомления из серии «Сегодня чудесный день, чтобы начать что-то менять». Поэтому, коллеги, такой толчок можно запросто получить. Ну и мы с вами говорили, что личная эффективность она не только про работу, про повышение эффективности себя и коллег, но она еще и про удовлетворенность жизнью, про то, как быть эффективной моделью для детей и в целом для окружающих. Ну, коллеги, как вы понимаете, это первый вводный вебинар, чтобы немножко распределить вот это понятие личная эффективность по вашему опыту и чтобы знать, куда дальше пойдем и как мы будем эту личную эффективность развивать, какие вебинары еще вам предстоят и из каких тем они будут состоять. Сейчас предлагаю подвести некий промежуточный, ну, наверное, даже не промежуточный, а уже итоговый вывод главный, который у вас сейчас уже возник по завершении нашего вебинара. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, какой главный вывод у вас сформулировался уже на данный момент. Продолжение следует...